Всем привет! Новый подкаст. Лето, как мне казалось, должно снизить нагрузку, потому как июль, близящийся июль, и все студенты, все, кто только можно, уезжают из города, средний чек падает, вообще как бы должно быть такое спокойствие, но, видимо, не в моем случае, потому что дел становится все больше и больше, впереди открытие нового магазина и куча всяких разных новых изменений, поэтому выходит новый подкаст, и его тема – это оптимизация. Я как-то уже поднимал вопрос, этому был даже посвящен целый отдельный подкаст, и я говорил о том, что все, что происходит вокруг нас, как бы все обязано меняться, мы сами должны быть инициатором этих изменений. Это как бы была такая общая психологическая канва. А вот в чем суть? То есть, кто-то может спросить, а зачем? То есть, к чему нужно постоянно меняться? Просто чтобы как бы было чем себя занять, скажете вы. Нет, меняться все должно исключительно в угоду оптимизации процесса. На данный момент у меня есть хороший, на мой взгляд, хороший пример, хорошая иллюстрация тому, о чем я говорю, и я думаю, что, показав этот пример, все смогут понять, в чем же суть, о какой именно оптимизации я говорю, или что же под этим подразумевается. Вот представьте себе, каждый из вас наверняка видел в своем детстве, возможно, даже разбирал, это старый, такой советский еще, или может быть современный, в принципе, даже китайский будильник. То есть, такая вот круглая штука с циферблатом спереди. На этом циферблате всего две стрелки. То есть, это не какие-то электронные современные часы из кучи каких-то там, не знаю, чуть ли не тахометров, да. Нет, это просто вот механизм, механизм, да, обычных механических часов, только таких больших, с двумя стрелками, даже секундной нет, вот просто их две. Ну, если это будильник, конечно, там будет третья стрелка, которую вы устанавливаете, этот будильник. Так вот, внешне кажется, что этот предмет очень простой. То есть, есть цифры, они вообще на одном месте находятся, они нарисованы. И есть две стрелки, которые двигаются с одинаковой какой-то скоростью. Этот механизм четко работает, и поэтому часы всегда этот будильник показывает правильное время. Но, если мы разберем его, то есть, откроем заднюю крышку, мы увидим, что внутри безумное количество каких-то шестеренок разных размеров, каких-то пружин, каких-то смотанных металлических полос. Ну, то есть, этот механизм однозначно не настолько простой, как внешне выглядят вот эти две стрелки. То есть, та же самая ситуация и в сети магазинов мяса, и наверняка в вашем каком-то отдельно взятом магазине, или даже в вашем бренде. То есть, то, что видят люди со стороны, и на самом деле то, чем вы занимаетесь, действительно кажется максимально простым и обыденным занятием. Но каждый из вас, я убежден, прекрасно понимает и знает, потому что он живет этим каждый день и видит, насколько все, то, чем вы занимаетесь, это не такая простая задача. То есть, каждый из нас, каждый вот из вас, это такие люди-оркестры. Нам приходится заниматься кучей разных дел, то есть, и организационного характера, и какого-то вот практического. То есть, ну, ведь основная масса магазинов, да, этих ребят, которых я знаю, то есть, они сплошь и рядом не только владельцы, но еще и продавцы. Или же уже у них появился какой-то персонал, за которым необходимо наблюдать, но все равно вопросы бухгалтерского характера, ну, какого-то учета денег, да, каких-то взаимодействий с поставщиком. Все это приходится вам выполнять. И вот и тут точно такая же, точно такой же ассоциативный ряд. То есть, есть некий вот бизнес-процесс, который со стороны кажется достаточно примитивным и простым. Но внутри у него есть безумное количество вот этих шестеренок. каких-то, каких угодно, разного размера и разного принципа. И так со стороны, если кто-то взглянет на это, этот кто-то вообще не поймет, о чем речь. Но вы-то знаете, о чем идет речь, потому что каждое это действие, вы его сами придумывали и сами совершаете теперь. Так вот, как я считаю, наша основная задача за то время, которое дает нам кризис, это научиться делать эти механизмы максимально правильными, максимально оптимизированными. Потому что на самом-то деле, все вот эти наши часы механические, все эти наши будильники, они идут неправильно. Они либо спешат, либо отстают, либо спешат и отстают тогда, когда им на душу придется. Почему? Потому что все вот эти шестеренки, все эти пружины внутри этого механизма, на данный момент, работают не так четко, как в этом советском будильнике. Они работают как попало. Где-то нет зубцов, где-то их слишком много. Одна шестеренка не цепляется за другую. Где-то растянутая пружина, либо наоборот, расслабленная сильно. Где-то вообще что-то отвалилось, где-то надо смазать. Вот именно таким образом выглядят бизнес-процессы внутри наших организаций. И я считаю, что наша основная задача сейчас, на данный момент, это научиться создавать отдельные эти шестеренки внутри наших механизмов правильными. Если они сейчас какие-то отдельные, работают неправильно, их необходимо оптимизировать, налаживать, создавать и устанавливать на свои нужные места. Ну, а теперь чуть больше конкретики. Вот, например, ситуация с товарооборотом. Для того, чтобы получить эффективный бизнес, нам необходимо максимально, насколько это только возможно, ускорять денежный оборот. То есть, вот количество средств, которые вы можете обернуть в течение любого подотчетного периода, день, неделя, месяц, год, он должен быть максимально большим. То есть, деньги никогда не должны, скажем так, застаиваться. В случае с нами, да, то есть, людьми, которые не являются банками, а которые являются, ну, производителями одежды, либо продавцами одежды, для нас деньги – это эквивалент товары, ну, то есть, вещи. Поэтому для нас денежный оборот равен товарному обороту, и мы должны вот эти товары максимально быстро оборачивать. Приведу пример. То есть, вы можете, например, закупить или произвести 100 поясных сумок и продать эти 100 поясных сумок за год. Можете продать, ну, то есть, они будут куплены и лежать, а можете продать их за, например, две недели. То есть, эффективность какого бизнес-действия будет выше. Ну, очевидно, что, конечно, там, где ты продаешь 100 сумок за две недели, вместо того, чтобы 100 сумок продавать месяц и месяц. И вот это вот касается не только сумок, а вообще всех товаров. То есть, мы должны максимально ускорять товарооборот. Это должна быть одна из задач по оптимизации всей системы, маленькая, потому что на ней одной не все зиждется. Или же, вот товарооборот, как ты его ускоришь? То есть, из чего складывается товарооборот? Он, например, складывается из такого понятия, как мерчендайзинг. То есть, если у тебя магазин, и в нем представлены какие-то товары, то, возможно, что неправильное расположение этих товаров внутри торгового зала. Или же, ну, как-то непрезентабельное расположение товара внутри торгового зала может приводить к тому, что товары не будут продаваться. То есть, ну, хороший пример, когда заехали, к примеру, продаваемые нынче хорошо поясные сумки, а ваш продавец или вы сами по какой-то причине забыли их просто выставить на прилавок. Ну, просто забыли. От этого они что? Не продаются. Плохо. Необходимо оптимизировать эту ситуацию, исправлять, выставлять на прилавке, начинать продавать. Или другая ситуация. Вы вроде бы получили все своевременно, выставили, не продается, потому что не приходят люди. Следственно, что нужно делать? Рекламировать. То есть, модернизировать другую шестеренку, исправлять ее, которая, очевидно, работает плохо, раз к вам люди не приходят. Рекламировать. Следующий момент. Возможно, вы хорошо рекламируете, возможно, выставляете товар, то есть, с этим все нормально, но вот незадача, товар по какой-то причине не поступает к вам, либо поступает несвоевременно. То есть, вместо того, чтобы получить товар к сезону, вы его получаете с опоздания. Это говорит о том, что вы неправильно, некорректно ведете переговоры с вашим поставщиком и с задержкой получаете столь необходимые к нужному времени товары. Необходимо исправлять ту проблемную шестеренку, вязанную с взаимодействием с поставщиком и ускорять этот процесс. Идем дальше. Вы ускорили этот процесс, вам отправил поставщик товар, но по какой-то причине на протяжении недели, после того, как он отправил, вы не смогли это, а, забрать с новой почты, потому что вам не сообщили номер декларации, забрали с новой почты, но все, никак руки не доходят распаковать эту посылку. Бывают и такие ситуации, я же знаю, это прекрасно. И поэтому товар не поступает на прилавок. Точно так же. На протяжении всего этого срока, пока где-то там неделю этот товар почему-то пролежал, то ли не забранный на новой почте, то ли не распечатанный, то ли не вывешенный, вы замедляете товарооборот. Почему? Потому что ваша логистическая схема работает неправильно. И теряете. Поэтому вам нужно что? Вам необходимо оптимизировать, создавать, изменять вашу шестеренку логистическую, чтобы она начала работать как положено. Другой момент. Например, вы заказали большое количество товаров, вам своевременно, вам поставщики его отправил тогда, когда нужно, вы быстро-быстро все привезли к себе, вывесили красиво, и люди приходят и покупают. Но вот незадача. Есть позиции, вроде этих же поясных сумок, которые продаются, ну так активно-активно, какие-то расцветки, а вот несколько расцветок продается, ну очень плохо. Вот, ну вообще никак не идут, хотя вроде висят на той же, так сказать, полочке и точно так же доступны покупателю. В чем проблема? Проблема в некорректно сформированном ассортименте. Мало того, этот некорректно сформированный ассортимент не обязательно образовали вы, как владелец магазина, а скорее всего предоставил вам поставщик. Что вы здесь можете сделать? Получается, что вы закупаете какой-то товар или берете на реализацию, без разницы, какой-то товар, который, ну, крайне слабо ликвиден. Его товарооборачиваемость, вот этого конкретно продукта, намного ниже, чем соседнего. Взвесив все за и против, и познакомившись с тем, что такое принцип, либо закон Паретто, об этом вы можете почитать в гугле, на википедии, вы понимаете, что нет никакого смысла в закупке или даже брать на реализацию, пусть даже дано бесплатно, так сказать, товары, которые никак не продаются. И они на самом-то деле не создают вам ассортимент, они являются просто балластом. Даже наоборот, они отвлекают внимание покупателя от приобретения более ходовых товаров. Это говорит о том, что от таких товаров вам надо избавляться. То есть, тем самым, отлаживать шестеренку, которая занимается формированием ассортимента внутри вашего магазина. Банковские платежи. Та же самая история. Я более чем уверен, что многие из вас не отслеживают или не отслеживали те ситуации, которые у вас возникают с банком. Ну, истинно, да? То есть, если мы говорим сейчас о приватбанке, а именно с ним сотрудничают все, кто работает на территории Украины постоянно, да? Необходимо понимать разницу, разобраться. Хотя даже далеко не каждый первый консультант вам это корректно объяснит. Что такое карты для выплаты, какие в этом плюсы? Что такое карта универсальная? И какая в ней положительная и отрицательная сторона? И уж тем более вы не знаете ничего о других стандартах карт, которые существуют у приватбанка. Ну, так вот, возьмите ноги в руки и пойдите разберитесь. Потому что это позволит вам экономить на проценте банковских потерь. И вот та шестеренка, которая должна контролировать вопрос, скажем так, банковских взаимодействий, начнет работать иначе, позволит вам оптимизировать вашу систему и экономить средства, перестать терять. Вся эта история с наложенными платежами, против которой так рьяно выступаю я, и в принципе на данный момент не готов уходить с этой позиции совершенно, да? Потому как считаю порочной практикой использования наложенного платежа та же самая ситуация. Вы отправляете кому-то товары и неделями, фактически, ну на данный момент это все еще так, ну или даже если не неделями, то днями вы возвращаете назад себе эти средства. То есть товар уже ушел, а денег у вас до сих пор реально на руках нет. И эти несколько дней, а иногда даже неделя, вы их не видите. Мало того, эти деньги даже не лежат в каком-то банке, который их использует в своих каких-то вероломных целях. Нет, они просто где-то едут, в каких-то машинах, лежат на какой-то новой почте, бесцельно. Тем самым вы свой денежный оборот замедляете. Я считаю, что это неправильно. Я убежден в том, что и эту шестеренку необходимо менять, оптимизировать и делать такой, какой она должна быть. У нас действительно осталось не так много времени. Это мое личное убеждение. Я говорю о той ситуации, когда кризис, благодаря которому образовались и так быстро развились как бренды на территории этой страны, так и, естественно, магазины на территории этой страны. Вот этот вот кризис, он изменится. И чем дальше от событий начала 2014 года мы, а сейчас все-таки середина 2016, тем стабилизируется экономическое положение страны. Это не значит, что оно становится идеальным, конечно же, нет, но ситуация однозначно более стабильна, чем это было тогда. И вот чем стабильнее она становится, тем выше платежеспособность граждан. Чем выше платежеспособность граждан, тем быстрее к нам вновь вернутся иностранные товары. И тогда товары отечественного производства могут потерять вот ту уникальную конкурентноспособность, которую на данный момент они обладают. Поэтому, повторюсь, времени у нас осталось не так много. Я не берусь сейчас прогнозировать и называть какие-то прям четкие цифры, что там 4 месяца или год и 6 месяцев. Но я думаю, что это все меряется в рамках года. И именно за это время, которого у нас так мало, мы должны научиться оптимизировать свои бизнес-системы, научиться исправлять эти шестеренки, заставить эти механизмы работать максимально эффективно, максимально четко, чтобы в результате мы получили не какой-то там какой-то там китайский или в лучшем случае даже советский будильник, а хорошие, качественные, фирменные, возможно, даже швейцарские часы. Так что не теряйте времени и учитесь анализировать и оптимизировать свои собственные процессы. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока!